всем привет нет это не реклама я просто хвастаюсь кружкой а люблю выйти на балкончик чайка попить посмотрите какой здесь у нас шикарнейший просто вид что зимой что летом а закаты какие здесь просто обалденные и кажется вроде вот он рай подмосковный что еще тебе надо вышел кофейку попил внизу дети шумят играют прекрасный жилищный комплекс но есть одно существенное но по причине которой я вам не советую покупать здесь квартиру естественно когда вы будете звонить риэлтор вам будет рассказывать вот эти все плюшки которые здесь есть да что детские сады красивый вид из окна продавец недвижимости подлый засранец но после моего ролика поверьте вы здесь жить не захотите а кстати поди сюда поди 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 это очень важно он видите вот тот mercedes в сугробе стоит про него будет все не печальная история и вот ребята в том же месте в тот же час но в другой день чувствую вы соскучились по утоплению бмв сезон 2 итак вы готовы дети просто топит и все опять 25 как будто из леда ходил смотри просто все топит ну что делать как добираться домой если просто дороги топит будем нарушать вопрос мост гор не знаю водоканал мост водоканал да вопрос на засыпку все топит где вы что вы делаете чем вы занимаетесь осторожно осторожно пожалуйста обалдеть я в шоке просто вообще топит ну как жить я не знаю вот ребенка каждый день надо возить по врачам по больницам все топит кто-нибудь может сделать так чтобы у нас не было кучу луж когда идет дождь дождик там полчаса час все стихия и утопленные машины итак ребят лайффак 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 для жителей нашего ЖК если поедете прямо то повторите судьбу этой машины в предыдущих сериях научу вас как это нормально чтобы попасть домой надо нарушать правила дорожного движения и возможно лишиться права по-другому тут никак то есть лишиться машины или лишиться права для меня выбор очевидный осторожно тебя прошу я лучше решусь прав нормально ребят пересеку двойную двойную сплошную двойную сплошную аккуратно тебя прошу тут тоже лужа здесь тоже лужа но это лужа такая итак ребят лайффак но по-другому не назвать лайфак номер два чтобы попасть в у нас здесь круговое движение ну то есть односторонние в одну сторону и односторонние в обратную если поедем по правилам как вот эти то однозначно утонем то там наша лужа в которой мы утонули да и мы сейчас тупо нарушаем мы тупо нарушаем и объезжаем это говно вот тут по встречке нормально вообще просто чтобы попасть домой ты должен делать вот так или ты утонешь или утонешь да это что или права а ну права так же дороги понимаешь зачем тебе машина без права ну когда у тебя просто груди железа короче жесть вообще приходится вот так вот такими путями окольными беспредельными возвращаться домой ну а че еще остается ну тоже рискуя тоже рискуя тоже рискую даже тут можно еще и лоб в лоб лоб в лоб осторожно пожалуйста нормально вообще вот так вот такая петрушка а иначе домой не попадешь просто в дом в дом в дом и в дом и в дом добрый день инспектор а вы уже пишите да а почему вы вынудили нас подвергать свою жизнь опасности смотрите а оттого что человек решил поехать на ту сторону сам это уже его проблема и я показал руками только пограничники счастливы ооо ко мне походу дело идет что-то ему от меня надо скидывается суефа и капельки летают вот такие тут ливни бывают вот он идет бедолага что не понял что белая машина перед ним уехала до залазить смотрим час дверь откроет к нему туда потоп пленит в колес так тебя чувак блин будили два часа три последних давай садись уже и заводи заведется она не заведется он сесть не может из-за того что там лужи я уверен если ему нужно помощи оттолкать а не заводить друзьям говорит видишь там кто-то не будет помогать сейчас вытягивать ее надо не заводить от того что он заведет еще больше в мотор попадет у чувака загорелись топори то есть а он пытается завести вишь булька это не надо было пытаться завести он хуже делает ее надо было вытягивать не заводя сейчас гидроудар может заработать запросто все погас из топорей да потому что не надо было заводить это ошибка тоже вот ребят зомби а апокалипсис идут товарищи смотри эту машину толкать но надо толкать естественно их четверо понимаешь четвером то они ее толкнут нормально один вообще не хочет вон тот самый последний смотри вы грустный их уже где-то 23 часа звали чувак видимо спал может спал может отдыхал чего не знаю но два-три часа уже говорили вот про эту черную машину что выйдите пожалуйста спасите сейчас будут толкать толкают толкают барлаки на волге почти что вытолкали я надеюсь она заведется после этой экзекуции этому микроавтобусу вообще уже никто не поможет все и простите что смеюсь понимаю что особенно хозяину вряд ли будет смешно когда он это увидит но 100 стопа ну-ка оп слышали да мотор крутанулся ну давай давай ну давай оживление мертвеца вот масштаб бедствия утром вода видите чуть-чуть ушла но тем не менее вот так вот справедливости ради отмечу что дождики в этом году действительно сильные вот поэтому все так и топит ливневая канализация не справляется ну-ка рискнет этот человек смотрите отчаянно мы поем песни или как там поплыл на мерседесе но 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 сделаешь ты это нет давай газу передумал или уже заглох давай давай красавец немцы все таки делают вещи слушай ну за пять лет столько воды утекло японцы уже вещи не делают немцы вещи делают ладно братан понимаете да что здесь происходит когда идут такие дожди вот как вы думаете а что с подвалом этого дома ваше мнение ваше мнение пишите в комментариях пишите в комментариях ну что там грязок надо на хомут не пойдет дежурных вызывать дежурных вызывать дежурных на аваре 17 ты же знаешь наконец-то заполнила резервуары с водой маленькие прудики но хозяева этих машин могут наверно спокойно вызывать эвакуатор потому что эти машины уже наверно просто завести уехать не получится смотрите как красиво и зловеще плывут облака сгущаются тучи сейчас молния долбанет я чувствую ну и соответственно ливанет ливень который как всегда затопит нас наш жилой комплекс ух красиво ну вот ребят началось а завтра я вам покажу последствия этого вот примерно вот в этом месте красиво красиво ну вот началось если это продолжится еще пару часов то вот эти машины ребят уйдут под воду ну вот прошел дождь очередной опять вон машинка утонула машинка это уже тут распятый потому что хозяин видать куда-то уехал машину оставил и она уже распятый вот здесь вот за лето тонет короче там уже лягушки внутри живут ну как всегда короче ничего не меняется оооо ё-моё вся площадь опять утонула это значит подвал дома короче тоже кирдык ему все вот аж до сюда площадь вся потонула все вот все утонула пожалуйста вот нет там уже сухо ладно вот здесь а там утонул кусок смотри да там жесть все все там потонуло представляешь у въезда вот и лето прошло а мерседес этот по-прежнему стоит и тонет при каждом ливне вот эта машинка поближе бедненькая стоит в сугробе никому не нужная сто тысяч раз уже потонувшая затонувшая вот так вот а кто-то бы с удовольствием ухаживал за машинкой ездил на ней вот такая бедняшка думали это начало точнее я смонтировал так что начало это конец нет это другой день вообще вот ребят кстати события в видео они выложены в хронологическом порядке то есть случалось подтопление я периодически выходил сюда и снимал его вот это первое второе вы не думайте что подтопление случается только здесь нет нифига подобного оно случается много где здесь в этом жилом комплексе таких мест много естественно в дождь я не собираюсь бегать и снимать каждую лужу да это вы можете увидеть на видео где мы утопили бмв вот что еще хотел сказать смотрите мое предположение что видео не зайдет потому что ну какая то узкая проблема которая не глобальная не касается вас всех да касается чисто жильцов этого жилого комплекса поэтому я не буду говорить что это за жилой комплекс но возможно я ошибаюсь и вам это понравится вы накидаете лайков подпишитесь комментариев напишите много в которых попросите рассказать подробнее про этот жилой замечательный комплекс вот в таком случае ребят сниму вам подробный обзор и вы кайфанете ну не знаю кто кайфанет а кто может быть да не хотел грубить вот ну и давайте закончим на хорошем позитивном моменте я вам покажу давай камеру покажу вам вид из окна очень красивый здесь русский дух здесь Русью пахнет там я был и мед я пил у моря видел дуб зеленый под ним сидел и кот ученый свои мне сказки говорил что и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok